В пресс-конференции, 18-17, Сергей Евгеньевич Лихачев, сегодня мы в тревогу, первое слово гостям, пациент Деви Рыбин, впечатление о сопернике. Минут 30 контролировали ситуацию на поле. Я думаю, что хорошо получалась игра снизу. К сожалению, удаление, наверное, немножко нас погломили. Причем удаление такие, не оправданные с нашей стороны сами. Немножко, наверное, потеряли нить игры в концовке, особенно первого тайма, и за это поплатились, счет сравнился. А второй тут игра до гола, скорее всего, была равная игра. У нас второй тайм мы почему-то перешли на игру и вверх больше, хотя было видно, что внизу мы лучше выведем сегодня. И хотя был у нас эпизод, когда Шевцов там реализуем тот выход, тут, наверное, игра бы по-другому, у меня послужилось. Будет так говорить. Второй тайм без моментов. Мы не смогли уже ничего, трубник выжил. Максимум изменил. Алексей? Ну, погода внесла свои коррективы, конечно. И лед кололся, и мяч костяной был. Тяжело было созидать, но разрушение больше было даже. Ацент сделан. Соглашусь с Сергеем Евгеньевичем, что первую половину первого тайма соперник создавал остроту, создавал напряжение. Было непросто нам. Но потом немножко игра выровнялась. У нас стали моменты возникать. Не доиграли. Ну, первый тайм 1-1 счет. А второй тайм получилась такая игра, что на нервах, до гола. Кто забьет, тот и выиграет. Мы забили. Получилась победа наша. Вопросы? Вопрос, Алексей. Все-таки очень мало моментов у трубника. У нас практически стопроцентная реализация. Момент-гол, момент-гол. Как-то бы в этом плане улучшить игру. В плане реализации момента? Нет, в создании даже момента. Реализация моментов у нас 100%. Да, я не скажу так. У нас в первом тайме у Паши Чучалина был момент. Маску вратарю попал. У Жени и Гошина два момента были неплохие. У Лехи Галитара тоже доигровки не было. Пробивал. Там можно было объезжать соперника. Пробивал по вратарю. Во втором тайме, да, скажу, такая игра была, что больше верхов. Много борьбы было. Те же стандартные положения. Угловые удары у нас сегодня не пошли. Создали мы их сколько? Пять-шесть подали. Много ват? Четыре. Ну, то, что игра такая, тяжелая была, говорю, то, что внизу тяжело созидать было. Потому что качество льда, я говорю, мяч тоже. Тут кто лучше оборонялся сегодня, тот и выиграл. Еще вопрос. Сергей Венч, вопрос у вас, у вас адрес. Вот сегодня заметно было, что практически один, Антон Шевцов, старался пройти в центрах, не работал. С чем-то связано? Здоровье, который был в комплексе готов? Ну, больной, только подъемен был, поэтому мы его использовали по минимуму совершенно. Первый тайм, он там пять минут вышел, поиграл. А второй, по-моему, там, не больше, там, пятнадцать, однозначно. То есть, не очень хорошее самочувствие было. Он не готовился два дня совсем, болел. Я думаю, что, в принципе, внизу у нас команда, которая может, вернее, может и лучше играть внизу. Это понятно. И по такому льду, конечно, сложно было. Практически играли без середины поля в шестьдесят минут. После первых тридцати минут, то перешли на, вообще, на игру вверх практически, что нам не свойственно. Где-то мы разбавляем, конечно, дальними забросами иногда, но это не наш стиль. И, соответственно, потеряли нить игры. И, соответственно, и не видно тех игроков, создателей, которые могут это сделать, там, обыграть, отдать пас, реализовать момент. Но с реализацией у нас это проблема, как бы, большие всегда были в последнее время. То, что они потеряли, я думаю, что как раз, если не показали себя, слить тем, что как раз играли без середины поля только за счет. Но и ошибтов не стоит, что он сегодня сыграл очень хорошо. Он, крайне говоря, сегодня не очень понравился. Ты лично игрокам не усадрясил? Тут как раз класс игрока и проявляется. У него был один стопроцентный момент, который он должен реализовать. Вот и забилая его. Его постоянно крыли, но соперник же тоже видит, за счет чего мы играем. Играем за счет двух бортов очень активно. Сегодня ни тот, ни другой. Шевцова прикрыли, значит, надо Сверидову больше убрать на себя. Но у него сегодня игра больше такая тоже в подыгрыше получилось, чем в целом. Где-то, может быть, он чешка молодой еще, только первый сезон играет в постоянном составе. Он где-то подоелся за эти два матча, он очень неплохо и в Казани, и в Пирове. Я свою команду упрекнуть мне нечем. Они боролись до конца, молодцы. Еще раз говорю, здесь, наверное, удача все-таки сопутствовала вальскому публику. Игра равная. Нас, как Кройцев, еще интересует вопрос по Артему Шевку. Мало играл. Есть потенциал, до конца мы его не используем. Я бы так сказал. Наверное, все делаю в характере. В характере и в желании играть все время по максимуму. На данный этап играет больше тех, кто, будем говорить так, кто больше заслужил доверие тренеру. Потенциал у него хороший. И игровой, и удар нехороший. Для того, чтобы реализовать его, надо быть на поле. Не всегда это у него получается. Еще вопрос. В случае, сейчас перерыв, связанный будет с кем-то Радомира. Поскольку один сборник, практически 4 минута, получается. Три. Чем будет заниматься командой, почему, потому что мало говорят, что у нас будет возможность пообщаться еще. Ну, команда уже получила индивидуальное задание. До 27-го числа команда распущена. Индивидуальное задание. И потом подготовка идет. Планад. На Сибирске. Где-то планируем сыграть пару матчей. Первое, я по числу с кем, пока сложно сказать. Супер каких-то идей нет. Все по плану, все стабильно. Спасибо. Вопросов нет. Спасибо. Продолжение следует...